МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа новости нашего города в студии Екатерина Котова. Здравствуйте! И далее некоторые темы выпуска. В детский сад бесплатно. А родителям чьих детей теперь не придется выкладывать деньги за посещение дошкольных учреждений. Накипело. Кто должен позаботиться о том, чтобы дом признали аварийным? И с чего нужно начать? Инструкция в рубрике ЖКХ. И в ползунках на линию старта. Впервые в ноябрьске пройдет конкурс для малышей, которым нет еще и года. Начну выпуск с медиарейтинга губернаторов за 2012 год, который опубликовала медиалогия. В рейтинг листа вошли действующие главы регионов России. Всего 83 человека. Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин в этом списке занял 16-ю позицию. На первом месте Сергей Собянин, Москва. За ним следует Георгий Полтавченко, Санкт-Петербург. Замыкает тройку лидеров российских губернаторов. Рамзан Кадыров, Чеченская республика. Добавлю, что в этом списке ямальского губернатора не смогли обогнать коллеги соседних регионов Тюменской области и Югры. Владимир Якушев на 17-м месте, Наталья Комарова на 24-м. А вот в рейтинге глав регионов Уральского федерального округа наш Дмитрий Кобылкин вошел в тройку лидеров, уступив губернаторам Челябинской и Свердловской областей. Социальные выплаты на 2013 год проиндексированы. Информацию с перечислением мер социальной поддержки, их более 30, а также размер выплат можно посмотреть на сайте Ноябрьского управления социальной защиты населения. Индексация составила примерно 6%. Это прогнозируемый уровень инфляции на год. Это касается в основном таких блоков, как пособия, выплачиваемые на детей и родителям. Это адресная социальная поддержка и выплаты, которые предоставляются отдельным категориям граждан. Те граждане, которые в 2012 году получили меры предварительно по размеру 2012 года, они, конечно, в ближайшее время получат доплату за выплаченный месяц. Вся переиндексация пройдет без участия граждан в программном комплексе УСЗН. Обращаться специально не нужно. Прокуратура защитила права сирот. Двое из ноябрьских детей, кто в раннем возрасте остались без попечения родителей, в декабре прошлого года достигли совершеннолетия. По закону окружное правительство должно было обеспечить молодых людей жилплощадью по договору судснайма. Но это не было сделано вовремя. Тогда прокуратура обратилась в суд с иском в защиту интересов сирот. И только после этого молодым людям выделили все-таки две однокомнатные квартиры в новом капитальном доме. Родители воспитанников некоторых детских садов Ноябрьска будут полностью освобождены от платы за пребывание их детей в дошкольном учреждении. По решению городской думы с этого года увеличилось количество льготников, освобожденных от оплаты за детский сад. Посещать дошкольное учреждение бесплатно с этого года будут дети, имеющие различные ограничения здоровья. Причем, как пояснила начальник городского департамента образования Надежда Гудкова, речь идет не о детях-инвалидах. Сейчас таких ребятишек, посещающих по медицинским показаниям, особые группы в Ноябрьске около 400. Правда, подтверждать наличие заболевания у ребенка родителям придется каждый год. В трех образовательных учреждениях, это «Аленький цветочек», 9 групп. Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата будут посещать дошкольное учреждение бесплатно. Такая группа есть еще и в «Белоснежке», 20 детей. И коррекционный детский сад «Ручеек», в котором 12 групп, 183 ребенка. И в общей сложности их 389 детей по городу. Дети с ограниченными возможностями здоровья, а не дети-инвалиды, они все с января 2013 года будут посещать детские дошкольные учреждения бесплатно. Школьники получат новые аттестаты. Миноборнауки разработала образцы документов о получении общего образования. Проект приказа опубликован на официальном сайте ведомства. Согласно документу, с будущего учебного года выпускники и девятиклассники будут получать аттестаты фиолетового цвета, отличники – красного. Изменится и размер документа. Он станет больше. Аттестат об окончании 11 классов будет такого же размера, но сине-голубого цвета. А для золотых и серебряных медалистов документ останется красным. Добавлю, новые аттестаты отпечатают на бумаге с водяными знаками и невидимыми волокнами. Если в старом жилом общежитии проблем столько, что с ними не справиться, как быть дальше? Самим заниматься документами о признании здания аварийным или есть другой вариант? В рамках рубрики «Жалуйтесь, критикуйте, хвалите» Ирина Потехина искала ответ на эти вопросы. Накипело. Только так смогла Надежда Лизинь объяснить свой звонок в нашу редакцию. 25 лет она живет в общежитии в поселке УТАДС и говорит, что за четверть века капитальный ремонт этого здания не проводился ни разу. Зато косметических было два. Первый – в начале нового тысячелетия, второй – вот перед новым 2013 годом. Спасибо, конечно, ЖЭО, говорит Надежда Васильевна, что обновили обшарпанные коридоры и поменяли несколько смесителей. Но кирпичная облицовка общежития давно отошла от деревянных стен. В них образуются дыры и в комнатах с каждым годом становится холоднее. Жилье здесь практически все муниципальное, но мастера на жилые квадратные метры не заглядывают. И какой-никакой ремонт и утепление люди в комнатах всегда делают сами. Пусть так, говорит женщина, мы привыкли, но тогда хоть какие-то правила и нормы должны соблюдаться. Например, перед последним ремонтом в общежитии обещали установить вторую электроплитку и новые раковины. И где они? Мне просто стыдно ставить в такие грязные раковины эту посуду свою. У нас раковины старые очень, их меняли в 2000 году. Сейчас пообещали, и каждый раз приходит мастер, говорит, ну вы их все равно разобьете, они фаянсовые. Ну, если мы так разобьем, можно было пениклеить обои нам в общежитии. А сегодня, как оказалось, они вообще не закуплены. Кроме того, сетует Надежда Васильевна, каждый месяц почти тысячу рублей она платит за текущий ремонт. Сумма за год, да еще со всех десяти комнат набегает приличная. Но, очень удивляется женщина, все равно годами воду на кухне и в душевых зимой закрывать нельзя, чтобы трубы не перемерзали. Вода безостановочно хлечет в домах по всему поселку, а сантехники, которых вызывать приходится чуть ли не каждую неделю, поделать с этим ничего не могут. У нас в городе говорится об экономии горячей воды и холодной. Но у нас осенью, по глубокую весну, у нас постоянно включен кран с горячей водой, потому что у нас каждый день мы вызываем аварийку, замерзают трубы. Сантехники приходят и говорят, нам выделили три рулона утепляющего средства, а вас домов много. У нас не хватает утепления. Сейчас коммунальщики стараются, признает Надежда Васильевна. И чистоту поддерживают, и снег убирают. Но этого мало. Старые бараки-общежития, которых только в этом ЖЭО порядка сорока, давно отслужили свое и ремонтировать их, все равно, что бросать деньги в бездонную бочку. Все об этом прекрасно знают, а потому советуют жильцам обращаться в администрацию, в специальную комиссию по признанию домов аварийными. И здесь Надежда Васильевна задает свой главный вопрос. Если почти все жилье в таких общежитиях муниципальные, и износ его составляет 70%, то почему людям надо доказывать очевидные вещи, да еще платить за это деньги из собственного кармана. Если хотят нас выводить в статус аварийного жилья, ну почему жильцы должны сами бегать? Мне кажется, администрация НГДИ должна сама уже эти старые общежития, этим общежитиям уже 35 лет. Я здесь живу 25, но они еще до этого стояли уже лет 15. Я считаю, что эти общежития вообще можно вывести в статус аварийного и людям дать жилье нормальное. Между тем, по закону НГДИ действительно может инициировать оценку здания и другие процедуры, связанные с признанием таких общежитий аварийными. Но сначала все-таки жильцы должны сделать первый шаг. А именно им надо обратиться в свою управляющую компанию за актом технического осмотра общежития и приложить этот акт к заявлению в НГДИ о невозможности проживания в данном здании. Тогда и расходы, и оставшиеся процедуры лягут на административные плечи. А пока суть до дела, ЖИО все-таки обещают установить в этом общежитии новые раковины. Ирина Потехина, Виталий Харченко. Новости нашего города. Кстати, на некачественный ремонт можно теперь пожаловаться в фонд содействия реформированию ЖКХ. Для этого необходимо отправить письмо по адресу, который вы сейчас видите на экране. В письме нужно изложить все свои претензии, приложить подтверждающие документы, возможно, фотографии выполненного ремонта. Если претензии жителей окажутся мотивированы, то для разбирательства будет направлена комиссия фонда ЖКХ. Если же нарушение подтвердится, то это грозит серьезными санкциями для всего субъекта, вплоть до полного отзыва денежных средств. Так, например, недавно с такой проблемой в фонд поступила жалоба от жителей Тульской области. Фонд вмешался, и теперь подрядчик дал обязательство устранить все замечания. Был ли светофор зеленым в рубрику «Нам здесь жить» продолжают поступать жалобы от жителей города. На этот раз поводом для недовольства стали, как ни странно, новые светофоры на перекрестке Мира-Ленина. С одной стороны, конечно, хорошо, что электронные регулировщики обновляются, ведь многим из тех, что установлены на городских перекрестках, почти два десятка лет. Но, с другой стороны, получается, что новое оборудование, которое, к слову, еще не подключено, закрывает сигналы старых. Выходит, что, подъезжая к перекрестку, водитель не видит сигналов, и, само собой, предполагает, что светофоры вышли из строя. А так и до беды недалеко. Хотя в организации, которая как раз и занимается установкой регулировщиков, нам пояснили, что до конца недели от путаницы на перекрестках избавятся. Старые светофоры демонтируют, а новые введут в эксплуатацию. На автомобильной дороге в России законодательно установят гарантийный срок. В Госдуму уже внесен соответствующий законопроект. Предполагается, что для капитального слоя асфальта гарантийный срок установят 4 года, а для переходного – 3. Для мостов, путепроводов и эстакад он будет более серьезный – от 8 лет. В случае некачественного выполнения работы строителям придется ремонтировать дороги за свой счет. Далее коротко о спорте. Питерский «Зенит» в рамках подготовки к футбольному сезону провел очередной товарищеский матч с хорватским клубом «Сплит». В этой игре тренер «Россиян» проверил в деле как основной состав, так и резервистов. Сам матч завершился победой питерцев 1-0. Гол на счету Виктора Файзулина. Хотя последние 10 минут они играли в десятером после удаления Андрея Иванова. По окончании поединка Лучанос Палетти озвучил радостную для болельщиков клуба новость. Лидеры команды Александр Кержаков и Дани уже полностью восстановились после травм и примут участие уже в следующей игре. Также наставник питерцев отметил, что подготовка команды идет по плану, и уже совсем скоро футболисты достигнут оптимальной формы. Напомним, что свой первый официальный матч «Зенит» проведет 14 февраля. В одной 16-й финала Кубка Европы россияне сыграют дома с английским Ливерпулем. Ноябрьская малышня примет участие в забеге. 21 февраля в спорткомплексе «Зенит» по инициативе депутата законодательного собрания Геннадия Любина пройдет спортивный фестиваль среди воспитанников детских садов. Изюминкой программы обещает стать конкурс веселых ползуночков. Его участниками будут малыши в возрасте от 6 месяцев до года. Им предстоит преодолеть пятиметровую дистанцию. Добавлю, принять участие в конкурсе могут все желающие. Заявки принимают до 8 февраля по телефону 345306. Таковы новости среды. О том, какая нас ждет погода завтра, узнаем через несколько секунд. А у меня на сегодня все. Я желаю вам всего хорошего и до завтра. Партнер программы – магазин «Поти Сан-Тверса», торговый центр «Клубника». Зима наполняет мир красотой, но порой за поворотом она прячет неожиданные сюрпризы. Какой бы ни была зимняя дорога, волшебный или непредсказуемый, вы спокойны за близких, когда впереди надежный ориентир. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вас ждут качественное топливо и теплый прием. Сеть АЗС «Газпромнефть» – надежный ориентир на зимней дороге. 31 января в Сельхарде без осадок. Ветер южный, температура 28 градусов мороза. В Муравленко небольшой снег, ветер южный до 3 метров в секунду. Температура минус 25 градусов. В Ноябрьске облачно небольшой снег, ветер южный до 3 метров в секунду. Температура 24 градуса ниже нуля.